Привет! В этом уроке мы познакомимся с библиотекой Express, а также установим ее в наш проект. Также заходите на сайт itproger.com, здесь вы найдете домашнее задание, готовый код и много другой полезной информации. Ссылка на данный урок будет в описании к этому видео. Библиотека Express хороша тем, что она позволяет упростить множество вещей. К примеру, отслеживание различных URL-адресов здесь будет настроено намного проще, нежели это просто было сделано в Node.js. Кроме того, здесь есть различные шаблонизаторы, которые мы также будем изучать, и они помогают нам выводить HTML вместе с данными, полученными от Node.js. В ходе данного курса мы уже устанавливали с вами библиотеку Express, но я все удалил со своего проекта, чтобы еще раз ее заново установить. Поэтому я здесь пишу такую штучку, как npm install express. Если она у вас установлена, то не устанавливайте ее повторно, а я ее просто еще раз установлю. Теперь библиотека установлена, и мы можем заметить здесь папочку, которая называется Express. Теперь, чтобы обратиться к этой библиотеке, мы должны обратиться к ней как к обычному установленному модулю в Node.js. Поэтому я создаю новую переменную, называю ее Express, и использую директиву require для вызова какого-либо модуля. В моем случае это модуль, который тоже называется Express. Теперь же, этот модуль, он вернет нам по сути функцию, которую мы должны вызвать. И чтобы это сделать, мы создаем еще одну переменную, назову ее, например, app, дальше обращаюсь к переменной Express, и вызываю ее как функцию. То есть вот таким вот образом я это все здесь записываю. Таким образом, через переменную app мы теперь получим абсолютно все те функции, которые доступны у нас в самой библиотеке Express. Например, мы сможем подключиться к серверу, мы можем обрабатывать различные ссылки и так дальше. Это все будет происходить через переменную app, потому что мы в нее записали само выражение функции. Здесь мы точно так же настраиваем сервер. Для этого мы должны указать, какой порт мы будем отслеживать. В моем случае это я пишу переменную app, и дальше указываю listen, и отслеживаем порт, который будет у нас 3000. То есть точно то же самое, что у нас было до этого, только теперь это выполнено намного проще, как вы можете это заметить. Дальше нам необходимо отслеживать какие-либо ссылки. Как это можно делать? Смотрите, здесь есть такие штучки, как HTTP запросы. Например, это get, post, delete и put. Мы, например, будем сейчас рассматривать только get и post. И что это такое? Get это тот запрос, который помещается в URL-адрес, и там он прописан. То есть, например, там, пускай, itproger.com, slash потом идет, и там, например, news, потом еще раз slash, и, например, потом ID какой-то новости идет. Вот, это будет get запрос, потому что здесь все написано в самой ссылке. Post запрос, это когда мы передаем просто данные на сервер, они не вписываются в саму ссылку, но, тем не менее, когда, например, мы формочку там отправляем или получаем данные от формочки, то именно идет post запрос, данные идут на сервер, потом от сервера, и мы можем их таким образом получить. То есть, они не показываются в самой ссылке. Вот, вот это два, по сути, такие самые популярные HTTP запросы, ну, которые мы будем рассматривать в этом курсе. Начнем мы с именно get запроса, то есть, get запрос, это пишется так, app.get. Если бы мы использовали post запрос, то мы бы писали здесь app.post. Ну, соответственно, дальше здесь какую-то ссылку бы отслеживали, ну, и дальше прописали бы функцию. Точно то же самое для get запроса, ну, и точно то же самое для delete HTTP запроса. Поэтому мы сейчас будем с вами использовать просто get, отслеживать именно конкретные ссылки, поэтому мы прописываем app.get. Здесь мы пропишем просто slash, и таким образом мы будем отслеживать на главную страничку. То есть, если пользователь перешел на главную страничку, то мы будем вызывать некую функцию, которая у нас точно такая же, по сути, как и в Node.js была ранее. Она принимает два параметра, это request и response, и при этом эти два параметра, они здесь имеют больше каких-то значений, больше функциональности, нежели в Node.js, потому что мы все-таки используем express, и здесь больше у нас есть данных для работы с сервером. Значит, смотрите, мы будем сейчас просто выдавать какой-либо простой текст на страничку браузера, когда мы будем попадать на главную страницу. Поэтому здесь я пишу такую команду как send, вернее, использую такой метод как send. Send это точно то же самое, что и мы ранее использовали end, но только здесь в Express этот метод называется send. Вот, и здесь мы указываем, какую строку мы просто выведем в браузер. Мы это уже с вами делали, например, this is poem, ну, вот так вот, например, и больше здесь ничего не будем прописывать. Теперь запускаем сервер через команду Node, и я это уже сделал, и переходим на some site. Здесь мы видим, что у нас на главной страничке отображается просто текст this is home. Если я перейду на какую-то другую страничку, например, на страничку news, то мы заметим, что у нас здесь ошибка cannot get, ну, то есть мы не можем взять эту страничку, потому что у нас нет обработчика для этой странички. Если мы, например, здесь прописали какой-то еще news, вот так, например, и выписывали там, например, this is news, то, соответственно, эта страничка у нас также обрабатывалась. И таким образом намного проще обрабатывать различные ссылки. Как видите, мы сейчас обрабатываем две ссылки различные, и если вот перейдем на this is, ну, на главную страничку, то this is home, если на news, то это this is news, ну, то есть обработка проходит верно. Сейчас мы умеем только выводить простой текст, но, тем не менее, поверьте, выводить HTML текст также здесь просто, как и в Node.js, я бы сказал, даже проще. В данный момент мы умеем отслеживать лишь ссылки, которые являются статическими, то есть, например, главная страничка news, там, например, мы можем отследить какую-то ссылку about us, например, ну, чтобы она так аж прям была написана, вот. Но все эти ссылки, они будут статическими, то есть они никак не меняются. Что, если я хочу отследить ссылку, которая будет выглядеть следующим образом, это будет news, а дальше идет какой-то ID статьи, например, 23.1 или просто 840, например, да. То есть, как отследить такую ссылку? Это делается очень-очень просто. Нам необходимо, по сути, то же самое. Единственное, что мы здесь добавим еще один слэш, потому что я хочу, например, чтобы это было news, дальше шел слэш, и потом было ID какой-то статьи. Для того, чтобы прописать вот это вот ID, которое мы будем отслеживать, нам необходимо указать двоеточие и далее добавить абсолютно любое имя, которое мы только захотим. Я могу написать хоть вот такую билиберду и по ней уже дальше отслеживать. Но давайте будем осмысленные какие-то названия давать, и я, например, дам здесь название ID. Теперь по этому ID, по этому названию я могу брать ту часть, которая вот здесь будет записана. Таким образом, давайте мы вот что напишем. ID, вот так, ID, is, и выведем само ID. Каким образом можно вывести само ID? Это мы пишем request, дальше мы используем такой параметр, ну, в принципе, параметры просто, поэтому пишем точкой params или params, и дальше используем ту вещь, которую, ну, тот ID, то название, которое мы хотим вывести. В моем случае это ID, поэтому я здесь, ну, имеет оно название ID, поэтому я его так и здесь прописываю, просто ID. Дальше, давайте я выйду из сервера, запущу его заново, например, перезагрузим страничку, и теперь мы делаем вот что, news, ну, давайте просто, например, если мы зайдем на news, то у нас опять-таки все работает. Если я теперь зайду, например, на 123, то мы видим, что у нас ID, ну, да, это я случайно, конечно, лучше вот так ID именно, чтобы было здесь написано. Вот, мы видим, что, в принципе, ID у нас выводится корректно. При этом, это могут быть не только числа какие-либо, это может быть и текст. Например, если я напишу какой-то здесь текст, он также будет выведен. То есть, это не только числа, это все, что угодно. ID здесь, это просто какое-то название, оно не привязывает к тому, что мы должны выводить только числа, или оно не привязывает к тому, что мы должны выводить исключительно, например, какие-то названия. Мы можем это поменять, например, на name, и здесь уже использовать не ID, а именно name. И, соответственно, ну, давайте так это все сохраним, опять выйдем из сервера, опять его запустим. И если вот обновить еще раз, то мы заметим, что у нас, по сути, ничего не поменялось. У нас то же самое выводится, просто выводится вот это вот значение, которое здесь прописано. Я могу, например, даже здесь на русском написать, и у нас выведется то, что здесь на русском. Ну и, соответственно, по этому, по вот этому ID, мы уже можем брать данные из базы данных, и непосредственно, ну, по этому ID брать данные из базы данных, и, соответственно, показывать всю там статью, например, или профиль пользователя, и так дальше, да, то есть это уже достаточно прикольно. Вот так это создается, вот так вообще создается маршрутизация в экспрессе. Очень просто, мы можем прописывать как статические ссылки, так и ссылки, которые будут меняться. У них может меняться вот эта часть, например, мы можем еще один какой-то слэш прописать, и еще прописать там, например, какую-либо переменную, да, то есть, например, мы там будем еще дополнительно на ID отслеживать. И чтобы добавить эту проверку еще на ID, мы опять-таки можем прописать request, дальше params, params, и дальше просто уже ID. Таким образом, мы будем выводить не только name, не только вот это вот, вот это ID, но и дополнительно еще и вот это ID. Ну, то есть, как бы два параметра у нас будет в одной ссылке. Вот так это все просто и легко реализуется при помощи экспресса. И на этом наш видеоурок подходит к концу, так что подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, переходите на сайт itproger.com, все ссылки будут в описании к видео. До скорой встречи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok